Здравствуйте, дорогие друзья! Канал Голсар 26 продолжает рассказ о путешествии на Лазурный берег Франции. Это седьмой фильм из истории Франции, посвященный революциям, казни королевы Людовика XVI эпохи Наполеонов и до Парижской коммуны. Ну а потом, дорогие друзья, началось в 1789 году, неожиданно вспыхнула революция здесь, во Франции. Ну не то, чтобы неожиданно, но вспыхнула. Причем, помните, все штурм по стиле, и там такой был исторический момент. Этот момент очень напоминает мне штурм Смольного в свое время. Тоже был такой замечательный фильм. Ленин в октябре, кто помнит, постарше. Вот штурм Бастилии и штурм Смольного, они приблизительно одинаковые по идеологии, по своей, потому что в Бастилии тогда сидело всего 7 узников в огромном, да, и 22 охранника было. То есть штурмовать ее было одно удовольствие. Но тем не менее, тем не менее, как символ революционного процесса, она вошла, Бастилия, на века в историю государства, ну и, наверное, и в общечеловеческую историю. Хотя революционеры победил этой борьбе и казнив Людовика 16-го, повели себя не очень с уходом. Повели себя не очень скромно. Они начали захват земель. Они захватили Испанию, да, они захватили Италию, захватили Нидерланды, захватили Египет. Это все уже было при Наполеоне, дорогие друзья. 1800-й год. Тогда Наполеон провозгласил себя как бы правителем пока. А уже через 4 года Наполеон стал и императором, сам себя называть. И вот удивительное дело, как две нации, так далеко разнесенные друг от друга, географически, как Испания и Российская империя, поучаствовали в крушении Наполеона. Представляете, когда копыта, задние копыта наполеоновского коня топтали площади Мадрида, его тогда морда уткнулась в горящий Гремль в Москве. И вот лошадь не выдержала, не выдержала, растянувшись на полпланеты, и хребет сломался. После крушения Наполеона в 1815 году Франция переживает новый как бы подъем. Подъем духовный, прежде всего, экономический подъем. Но очень быстро наступает реставрация. Приходит еще один король, еще один монарх, Наполеон III. Потом разразилась еще одна война с Пруссией. Наполеона III берут в плен, его низлагают с трона, еще одна республика, уже третья по счету. Потом все помнят Парижскую коммуну, создание рабочих партий. Ну а потом Первая мировая война.